Игорь Иванович, после августа прошлого года, в августе, вы провели совещание в Санкт-Петербурге по поводу перспектив развития в России газотрубинного двигателя и строения. Мы развернули ценный план действий, приступили к его реализации и сегодня хотел бы коротко доложить, на каком этапе мы находимся. Основные потребители, связанные с газотурбинным двигателем, это и самолетовостроители, и вертолетчики, и, конечно, наши энергетические структуры, энергоинфраструктура, плюс электроэнергетика. Работа, которая сейчас выстроилась, она позволила предопределить и наши возможности по модернизации существующего двигательного ряда и по началу разработки новых. В этом году идет полномасштабная модернизация двигателя ПС-90, и в следующем году она будет завершена. Этот двигатель будет ПС-90А2 для машины Л-96, Ту-204, в серене Л-76. И до 2015 года, по нашим расчетам, эти машины с этими двигателями будут достаточно конкурентоспособны. Недавно состоялся первый вылет самолета Супер-ЖЭК-100. Могу сказать, что вот к этому моменту прошло уже 9 вылетов. 25 часов машина провела в воздухе. Летные испытания идут успешно. В августе машина перелетит в Москву и будет проходить здесь сертификационное испытание. На этой машине установлен уже новый двигатель, сам 146, который был отработан вместе с нашими французскими коллегами. И сейчас развернуто его серийное производство. Кроме того, мы идем и по пути модернизации двигателей для вертолетостроения и создания новых двигателей в этой части. Часть из них, как известно, производилась и производится на Украине. Но новые двигатели мы разворачиваем производство уже на российских предприятиях. Для того, чтобы обеспечить комплексную увязку и подготовку новых двигателей, в первую очередь для перспективной машины МС-21, это новый гражданский самолет, мы подготовили, согласовались с нашими коллегами в Министерстве экономического развития под программу по среднесрочной, такой трехлетней буквально, по двигателю строению, для того, чтобы можно было бы успеть с запуском нового двигателя в работу для перспективного магистрального самолета МС-21. Кроме действий, связанных с модернизацией, серийным разворачиванием производства, безусловно, эта задача, которая стояла по организационным преобразованиям в отрасли, она также сейчас идет полным ходом, набирает обороты. Напомню, что вообще структур в мире, производящих двигателей, всего четыре. Мы пятые. Должны быть уверенно пятыми в этой пятерке, но не пятыми, не замыкающими ее. И, безусловно, для того, чтобы поддержать такой статус и уровень, необходима концентрация усилий. Сегодня речь идет о двух структурах, которые создаются по указам президента. И вторая из них объединенная двигатель и строительная корпорация, структура, которая создается на базе обороны промо, и которая берет в себя основные активы по производству двигателей для вертолетов, для самолетов ПС-90 двигателей и целый ряд еще. В этой связи, на выходе буквально в ближайшие дни, я думаю, уже у вас на столе можно будет увидеть проект поставления правительства во исполнении указа по этой структуре. И вот вся эта цепочка действий нам позволяет понимать, как мы и под нашу авиационную тематику, и под нашу энергетическую тематику впишемся с самым сложным агрегатом, с газотурбинным двигателем. До конца года мы завершим работу над стратегией развития газотурбинного комплекса России. Спасибо.